Что такое трансферфактор, прежде всего? Прежде всего, трансферфактор по своей природе – это полипептиды, смесь полипептиды. Я сейчас объясню, что это такое. Полипептиды – это как будто бы фрагменты белка, а белок состоит из аминокислот. Целые цепочки аминокислот, а их 21. Перебор, то есть количество вариантов бесконечное. Попробуйте, переберите 21 параметр, сколько продукт можно получить. Так вот, фрагменты этого большой молекулы белка называются пептиды, полипептиды. И вот трансферфакторы являются полипептидом, чтобы знали, что это такое. То есть это цепи более короткие, чем белок, но тоже состоящие из аминокислот. Вот так. В общем, это смесь очень сложная, природная. Я еще почему-то подчеркиваю, потому что воспроизвести его искусственным путем абсолютно невозможно. Любой пептид индивидуальный сейчас синтезировать никакой проблемы нет. Нет, даже существуют автоматы для такого синтеза. Программа есть, вводятся нужные компоненты, сам аппарат все это вам синтезирует. А такие сложные смеси, причем переменного состава, вы не воспроизведете искусственно. Это только натуральный продукт. Вот это я хочу подчеркнуть, это принципиально важно, потому что вы знаете, что сейчас среди биологически активных добавок есть натуральные продукты, есть их аналоги синтетические и так далее. Здесь без всякого сомнения. Далее, вот это первое положение. Значит, это по существу смесь полипептидов, вот таких вот коротких молекул, похожих на белок. Но трансферфактор – это не белок, и ни в коем случае не нужно использовать термин, что трансферфактор – это маленький белок. Не надо. Почему? Потому что на белке часто бывают аллергии. На любой белок, пищевой белок, какой хотите, это не важно, это индивидуально все. На трансферфактор за 25 лет исследований, которые были проведены в Соединенных Штатах, два американских доктора, одного фамилия Витца, а другого фамилия Питца. Ну, итальянцы, по-видимому, да, за 25 лет, с 1974 по 1999 год, они проводили исследования трансферфактора на 1600 больных, разных больных. Туда и СПИД входил, что хотите, в общем, любые боли, онкология, но это другой разговор. Они показали его эффективность при самых различных заболеваниях. И что я хочу подчеркнуть, что ни одного случая аллергии. Это принципиально важно, потому что сейчас аллергические реакции очень распространены, в том числе в детстве, и все мамы, естественно, боятся, чтобы у ребенка, у малыша не было аллергии. Вы спросите, а что, трансферфактор можно малышу давать? Конечно, можно. Почему? Сейчас мы с вами объясним. Где он вырабатывается? Он вырабатывается в животных организмах, клеткой белой крови. И в свое время он даже получали его таким путем из лейкоцитов, из фракции лейкоцитарной массы. Но это очень дорогой материал, и трансферфактор, который получался вот из такого сырьевого источника, был предельно дорогой. И он в широкое применение вряд ли мог пойти. И суть работы вот компании Fallife Research, что она, эта компания, выкупила патент на получение трансферфактора из молозива. Вот это был, конечно...